Как говорится, большое спасибо вам всем, мои родные. Очень тяжело, пусть, 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 пусть. Скажем разом, когда живёшь Аликина юшова и вспоминаешь свои мучения и страдания, это очень крово ищипно. Как говорится, с ним мы провели три эмиграции, это легко сказать, легко сказать, это сделает Большой Майдэк. Я говорю, как говорится, выпущенные годы были, это Вена, абсолютно, он никому не нужен был. Пока устроились в Израиле, пока все, и Вену поехали. Я говорю, как говорится... И это прошло на наших гостях. Я их устроила в гимназию, они хотели французскую школу в Израиле, я их устроила без одного экзамена, когда увидели их метабеля. Я хочу сказать, Абена, это вы прошли годы, которые, или Нью-Йорк, или Израиль, где он нам звонит. Я говорю, он никак не мог прижиться Али в Израиль. Никак. Он говорит, не могу, Клара, как хочешь, не могу. Он открыто мне сказал, я уеду, он говорит, что ты можешь что-то сделать. Клара, я тебе говорю, я сделаю. Для каких-то, мегуф мега. Ну, прожили в Вене. Пока, действительно, он свою душу там не отдал, он не ушел с этой Вены. Он действительно был похож на аристократов детских. Чистота, опрятная. Мама, я говорю, как ты со мной столько лет прожил, что ты все мог. Мы идем в больницу, заходим, Клара, открой дверь, я не трогаю мегуф, открой дверь. А я завтра не буду как-то открой дверь, мегу-то. Вот так он брезгал весь мир. Я говорю, как ты меня мог не брезгать столько лет? Может, я тебя любил. Я вам все хочу сказать. Мама Алика, за его короткий срок, как Миша сказал, он увидел все. Он говорил, что Артем, духами по тетам, я не жилец, я заступительец. А кто две жизни жилец? Все одной жизнью живут. Нет. У Алика понятие было, вот покушать вкусно, а димся прекрасно. О, нам все за, псо о моде, а ну кисара, что у нас кешь в гимналке. Это было очень приятно. Я никогда не видела, что будет. Вот иногда он говорит, а я умру, ты на кого мужчину не посмотришь, Миша. Он был так уверен в своих действиях, в своих детях, потому что от него всегда была чистота. Я никогда не думала, что он покупал кубашки, швальникова. Нет. Он детей говорит, аля, вот Бошан, 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 Бомлидос, эти честь театра тоже так воспитывают. Вот я вижу своего Итана, Артура, Боже, эти комбачи-ношевого. В подосточки дети ходят, гены делают свое. Мамик, там Даяна, цедокшево, галмазан. Уйди от рукава, я убегала, я уходила кухня. Это папа говорит, лучше идти на кухню. Один от покатистов. А сейчас, слава Богу, бачушь, мне фанфигишу, да особенно талия. Какая стала талия, с ползлова понимаю. Про Матума Алика, от него можно было взять многое. Но, как говорится, годы прошли уже наши, особенно мои. Я вам скажу, очень тяжело. Это эмиграция. Я уже стала, как говорится, неважно себя чувствовать. Тяжести уже не выдерживаю. Года, оказывается, свое дело. Берегите молодые свои годы. Мой вам совет. Берегите, не нервничайте, не родите Альбору. Не рвничайте на кулейтам. Как говорится, амигтра автот, айвтот, нава, кемо йомеха, как аликтини. Як шилу, ягрус. Кемо йомеха. Дай Бог, чтобы всем вы были живы, здоровы. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо, что вы сегодня почитали. Кого я пригласила, все пришли. Боже, я говорю, я очень признательна к вам. Дай Бог, чтобы мои дети и мы были у вас на наших хороших. Дай Бог вам всем, всем здоровья, счастья, радости. Мы дети лили, а Алике, можно говорить, намстал. Рахма Ташвилия была его землят Пуфа. Он говорил, Клар, я прожил 53 года, из них 40 лет я болел. Оставь меня, мой Бог. Оставь меня. Я пришла в больницу к нему. Больница, красавица, верно? Руга, оно же Тунджам Мэйшеру. Он и там вот эти двери приездал. Он заходил как в родной дом отца. Больница, он могил, сидит в Вене, вот так вот. Только встал, а они в чем дело? Клад мемориум. Я пришла на мемориум. Его было так плохо. Он еле стоял. А у них там есть Диана, спит такой. А Диана гривна. Я говорю, ух, столько мне одарил силы. А Диана положила его на кровать. Помазала его спиртом. Сделала чай с лимоном. Он через буквально 5 минут ожил. Он говорит, как ты думал на мемориум. Я поражаюсь. Я говорю, как у меня это силы. И вот какой-то мангон. Только я одного Бога просил. Дорогие мои, просите, просите хорошего. А мне мурдайду маннабошам бурдам. Потому что у меня не было сердца его любит смерть. И вот посмотрите, вот жизнь так сложилась. Что мы просим у Бога, о чем делаем. Правильно? Всегда. Вот получилось так, что он где-то осталась. А я бы здесь там, на злобе сайтана. Эдиком бедно. Вот сейчас я вам о Машке Бошан-Бошан вспомнила. Он меня по телефону просил. Эдиком он ему не был. Бонем он. Документов нету. На ниточке висимо. На ниточке ни у кого нету документов. Кроме моего Артура. Артур Боша-Боша поехал в Вену. Ему плохо стало вдруг. И вот так мы прошли это все. И что вы думаете? Вы думаете обо мне? Он говорит, мама. Мама, я так, все скажут, что ты был. Эдиком он уже так и так. Мне. Рахматку намоку, что мне кустанки керри. Что я хочу, что я ищу. Мы были два красавца. Все нами удивлялись. Все нами восхищались. И никогда не верили, что Кларка честная. Всегда думали, а, Кларка изменяет мне, что не дай Бог. Вы понимаете? И это было очень тяжело доказывать. И поэтому я говорю, Эдик, чеки, гуян, гуян, мама, гора. А ты не заедешь сюда. И действительно. А Глобик Гор, Мегун. Ну, слава Богу, слава Богу. Все это Хашем дает доказательное испытание. Дорогие мои, чтобы у вас было всегда все гладко и хорошо. Амин. Очень большое, опять, большое вам спасибо. Я вас всех уважаю. Боше Андрей. Борше, спасибо вам, Борше. Рахмат Куне. Борше, Екатера. Амин. Абзак. 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 Продолжение следует...